Следующая программа предназначена для зрителей старше 16 лет. Мы не хотим напугать, мы лишь рассказываем о том, что происходит вокруг. Здравствуйте, вы смотрите Место происшествия в студии Павел Буянов. Сейчас короткий анонс, после продолжим. Может быть, подозрение по солнечеству. Он представлялся мэром Дзержинской и просил денег в долг. Молодой житель города Химиков подозревается в мошенничестве. Здесь какой-то авария. Ой, сейчас-то. Авария на улице Белинского парализовала движение трамваев. Сделали, они тут ровняли уже, может, повредили. Дерево упало на припаркованные автомобили на улице Кулибина. Дистанцию держать надо просто. Пропустил пешехода и получил удар сзади. Автолюбитель на улице Варварской. Вы узнавали, да? Нет. Два автомобиля не смогли поделить проезжую часть на улице Студеной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жертвами мошенника лже-мэра стали несколько предпринимателей Дзержинска. Схема обмана была незамысловата. Молодой человек набирал номер предприимчивых граждан, представлялся мэром города и спрашивал взаймы денежные средства. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 26-летнего местного жителя, который прибыл на встречу для получения денежных средств. При обыске квартиры задержанного полицейскими были обнаружены и изъяты деньги в сумме 250 тысяч рублей. По факту хищения чужого имущества путем обмана следователи возбудили уголовное дело по 159-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан возможный посредник при передаче денег. При обыске у гражданина было изъято 250 тысяч рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех членов преступной группы. За что он задержан? Подозрение в пособничестве мошеннических действий. В качестве курьера забирал денежные суммы. Движение трамваев на улице Белинского было парализовано из-за аварии на трамвайных путях. Повреждения транспортных средств оказались несерьезными, однако последствия оказались более ощутимыми для тех, кто не смог попасть домой, дождаясь на остановке своего трамвая. Вы в трамвай едете? Ездим. А сколько надолго трамваев стали? Наверное, надолго. Вот иду пешком. Пешком мог петь? Стала уж полчаса на той остановке. Замерзли? Конечно, доехать. Вообще, доехать, конечно. Автовладельцы решили не выходить из своих машин, ожидая сотрудников ДПС. На вопросы главные участники столкновения отвечать не стали и от комментариев отказались. Возможно, их молчание можно было объяснить тем, что каждый из них не хотел делать никаких заявлений до прибытия стражей правопорядка. Буквально пару слов. По словам очевидцев, подобные пришествия случаются здесь нередко. Как произошло ДТП, и кто стал виновником, предстоит установить инспектором ГИБДД. Иначе не дали. Часто есть какой-то аварии? Ой, часто. Часто? Часто, да. Береза упала на четыре автомобиля, припаркованных около магазина на улице Кулибина. Сами водители узнали о случившемся только спустя час. Все это время огромный ствол дерева лежал на машинах. Текло вроде целое. Ну, Тим, целое дерево. Вот целое дерево просто упало. Реакция водителей на новость о том, что их автомобили оказались задавлены огромным деревом, была неоднозначной. Видимо, до конца не осознавая, что это на самом деле произошло, люди сначала просто смотрели на помятые машины, а уже потом осматривали повреждения. Задавило сразу четыре автомобиля. Все произошло на парковке возле магазина. Что делать в такой ситуации, автоледи не знали и принялись звонить близким. Тут не сооружу даже, кого нужно вызывать. МЧС, кто это все будет убирать? Дерево кто-то должен убирать, я его не сниму, это целая береза. Хорошо. Что делать будете? Машина была, да? Да нет, она была. Сильно расстроена. Никто не сомневался в причине случившегося. Береза повалил пары ветра, а та уже рухнула на парковку. Вот только когда стали разбираться, почему береза так легко упала, выяснили неожиданные подробности. Корневая система у дерева практически отсутствовала. Местные жители объяснили, около месяца назад рабочие проводили работы на этом участке. Видимо, поэтому срезали часть корней. После такого случившееся стало лишь делом времени. Во время бури упало, потому что асфальт клали, все корни сняли. Они корни отрезали все. Все отрезали, поэтому вот за это произошло такая ситуация. То есть асфальт положили, а деревья, могло тоже было убирать из травы. Когда делали, они тут ровняли уже, может повредили. Единственной светлой стороной в этом деле стало то, что под падающим деревом не оказалось людей. Иначе последствия были бы куда серьезнее. Автовладельцы остались ждать инспекторов ГИБДД. Только после их приезда ствол можно будет убрать. Вот только кто это сделает, остается неизвестным. Артем Кичмасов и Александр Котин. Специально для Места происшествия. Обращаю ваше внимание, что время выхода в эфир итоговой программы Места происшествия изменилось. Теперь о самых интересных и значимых репортажах недели вы сможете узнавать каждую субботу в 19 часов 15 минут только на Первом городском телеканале. Не пропустите. Пропустил пешехода, получил удар сзади. На улице Варварской столкнулись два автомобиля. Авария произошла перед пешеходной зеброй. По словам очевидцев, сам пешеход не пострадал и спокойно продолжил свой путь. А вот оба водителя остались дожидаться сотрудников автоинспекции. Пешеход перебегал дорогу. Дорога скользкая. Пешеход? Да, пешеход. Он не страдал? Нет, он даже не заметил этого. Водитель Митсубиши перед пешеходом затормодить успел, а вот автолюбитель, следовавший за ним, в этот момент немного зазевался и протаранил заднюю часть иномарки. Оба участника столкновения уверены, что свою отрицательную роль в этом происшествии сыграло мокрое дорожное покрытие. Как произошла авария? Так, въехал бы и все. А кто виноват? Вот, кто виноват. Тут понятно, кто виноват. Кто виноват? Тут, мне кажется, очевидно. Водитель Форда своей вины не отрицал. В любом случае, оба автомобиля застрахованы, и разбираться между собой будут страховые компании участника столкновения. Дистанцию держать надо просто. Двое автомобилистов не смогли поделить проезжую часть на пересечении улиц Белинского и Студеной. Как произошло? ДТП. А как? Как? Ну, как, ехал, вышла машина навстречу. Я тут немножко занят был. Вовремя не успел начать маневр, не успел остановиться. Вот машина. Ни один из водителей не признал себя виновным в аварии. Видимо, разрешить их спор смогут только сотрудники ГИБДД, которые вскоре приехали на место происшествия. Считаете, что вы виноваты, да? Нет. Ну, вы посчитаете, вот, разделительная полоса, если бы была, то я бы стоял в своей полосе. В результате столкновения на этом участке дороги движение было затруднено, и другим автовладельцам приходилось объезжать ДТП по бордюру. На этом выпуск завершен. Корреспонденты программы продолжают следить за оперативной обстановкой в городе и области. О происшествиях и преступлениях сообщайте на телефон редакции 212-9-112. Пишите нам в интернете. Адрес электронной почты программы указан на экране. Эфир продолжит службу новостей город с Дмитрием Сорокиным. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова